Вера на понапланетную жизнь совсем не нова, и современная наука относится к этой теме весьма серьезно. Космические агентства Европы и Америки тщательно изучили поверхность Марса, и некоторые ученые посчитали, что следы выбросов метана могут указывать на признаки жизни в недрах Красной планеты. А пару лет назад объявили, что астероид ALH84001 содержал окаменелые доказательства жизни микробов, но вскоре информацию опровергли. Поиски жизни за пределами Солнечной системы гораздо более трудное предприятие. Уже на протяжении 60 лет с Земли идет радиосигнал. К этому времени цивилизация, расположенная в созвездии Близнецов, уже должна начать знакомство с Элвисом Пресли. Вероятно, исходя из лирики песни «Синие замшевые туфли», они гадают, с каким разумом имеют дело. Цивилизация инопланетян должна быть занимается тем же. Шлет радиоволны, все еще идущие к нам через космос. Кстати, может быть, мы их уже обнаружили. В 1977 году радиоантенна «Большое ухо» в США уловила сигнал, расшифрованный на бумаге следующим образом. Эти данные демонстрируют гораздо более сильный и на вид более просчитанный сигнал по сравнению с остальным фоновым шумом. Он получил название «Сигнал Вау». К сожалению, проследить его источник не удалось. Похоже, его происхождение имеет разумную природу, однако он может являться сигналом одного из наших космических зондов. Несмотря на продолжившиеся наблюдения, из этой части небосвода сигналов больше не поступило. Сегодня поиском разумных радиоволн продолжает заниматься Институт Сети, но не только. Проект Каплера, разработанный в НАСА, приступает к поиску обитаемых планет. Предполагалось даже построить небольшой зонд, способный воспроизводить в процессе полета. Судно окрестили «космокурицей». Можем ли мы быть уверены, что поиски жизни стоят усилий? Что ж, теоретически внеземная жизнь существует. Кстати, некоторые ученые убеждены, что она разумна. К тому же, в течение нескольких десятилетий они собираются наладить с ней связь. Для расчета вероятности существования инопланетной жизни было создано уравнение. Оно называется формула «Гринбэнк», и согласно одному толкованию, число удаленных цивилизаций равно миллиону. Возникает вопрос, но где же они? Так что, инопланетянин, если ты слышишь нас, позвони домой!